А он ее подавляет, он деспотичен. А муж для чего тебе дан? Он ее учит, она не может выучить урок. Где вы встречались в таких уплощениях, посмотри. Алена, он же фашистом был, да? А где вы еще встречались с своим супругом? Что-то мне опять этот пират все лезет. Пират давай, хорошо, смотри. А он с женщиной был красивый. Да, а что вы делали с пиратом? Она утонула, ведь эта бабка вышла. А муж что, кем был он посмотрен? Сын что? Да, он ее сын. А, сын? Сын ее, да. Твой сын? Всегда ругала. Прям по хребту луну тыкликует. Хорошо, то есть вы договорились вместе взаимодействовать в разных спектаклях этого плотного физического мира? Опыт свободы. Выход из сложившихся ситуаций. Выход из состояния жертвенности. Из тех обстоятельств, которые накладывают жизнь. Необходимо стать творцом своей собственной жизни. В настоящий момент опыт еще не пройдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я так уже в голове кратко подготовила, чтобы вам было все четко и понятно. Не хочу там о всех своих болячек рассказывать. Я вас вообще начала смотреть в конце декабря 22-го года. И, ну, ваши видео постоянно у меня выплывали. Но я как-то гипноз, гипноз, ну что такое. И один раз про рептилоидов, что ли, меня что-то заинтересовало. Я такой, ну, ладно, давайте посмотрю. И вот январские вот эти праздники я вообще зарыкла на ваших видосиках. И вообще желания к вам звонить, конечно, не было до того времени, пока одна женщина мне начала рассказать про инкуба. У меня прям на кровати подкинуло. Я такая, да это же моя тема. Только, знаете, вот все в один-в-один, как она рассказывала, там что вот во сне, обнимашки, все такое, да. И, как говорится, внутренний голос мне сразу сказал, обращайся. А он у меня такой, если я не послушаюсь, потом, ну, я жилея обычно. Когда вот начинаю разом включать, там, да нет, не надо, все такое. Ну, так я думаю, ладно. И, знаете, я сразу же написала ваш центр и адреса. Ну, так все удачно получилось, я так считаю. И так, почему про инкуба-то меня очень сильно удивила эта тема? Я все время, у нас студенческого возраста, видела, как я выхожу замуж. И я во сне, я, у меня прям, знаете, можно сказать так, душа прям кричала, как я не хотела за него выходить замуж. Вот я потом и замуж вышла, я, мне такие сны снились. Я утром просыпалась и думаю, слава богу, я за другим человеком, ну, за мужем своим замужем, а не вот за тем, кто ко мне во сне приходит. И я такая, думаю, слава богу, этот был только сон. Ну, у меня с мужем, конечно, очень плохие отношения, можно сказать, вообще никакие, мы живем прям просто как соседи. И вот сейчас у меня постоянно вот этот инкуб. И так же он мне снится. И так же эти свадьбы. Иногда вот темно, как вот темное облачко. Ну, я понял. Скажите, какие самые важные аспекты, что больше всего беспокоит? Что в первую очередь будем исследовать сеанс? А вы имеете в виду родовые или эти вещи? Ну, аспект, 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 проблема. Да, вот почему у меня денежный вопрос тоже такой проблемный? А деньги это, как сказать, это зеркало вашего внутреннего состояния. Если у вас внутри вот такой вот, у вас хаос сейчас внутри. Хаос и буря эмоций разных, да, и негодований. И от этого у вас происходят и болезни, потому что вы постоянно нервничаете, вы постоянно дергаете нервную систему. Вот. А от этого, соответственно, и финансы. Потому что у вас от болезни падает энергия. Когда у человека нет энергии, к нему деньги не, как сказать, не липнут, да? Ну, конечно. А энергия у человека только тогда, когда у него хорошее настроение, когда у него полно, когда у него спокойствия и радость в голове. А у вас внутри головы шторм, да, такой. Надо разобраться, надо настроить себя, как скрипку. Интерференции, они всегда будут вас учить. Интерференты, они вас будут учить жизни, если вы этого не будете понимать, осознавать, скажем так, работая с собой. Тогда интерференты будут делать это через психосоматику, через какие-то, скажем, свои технологии приема, которые не будут для вас очень, скажем так, приятными. Но это все... То есть, смотрите, если я буду опять вот этот все, весь негатив проявлять, они тут же, да, ко мне опять обратно, да? Конечно, они питаются негативом, да. То есть, они почувствуют запах вкусных пирожков, как бы, да, капуста. Ну, понятно, что мы все люди, да, и все мы иногда там можем чуть-чуть настроение себе там поникнуть или там что-то сказать. Но если это происходит систематически, постоянно, если как бы постоянно в состоянии неуверенности себя, да, в состоянии агрессии, какое-то раздражение, злоба, депрессии, да, непонимание, куда двигаться дальше, куда идти. А когда у вас нету своих мечт, например, каких-то, да, к чему вы хотите двигаться, конечно, будут рядом интерференты, и они будут вас толкать, шпенять для того, чтобы вы больше, быстрее задавали себе больше вопросов и пытались разобраться, почему с вами это происходит. Хорошо. Ну что, давайте начинать. О чем ты вспоминаешь? Я отсюда вспомнила. Расскажи мне, какой момент из детства ты вспомнила? Сюда сижу, смотрю в окно. Угу. Такая тоска вообще. Угу. А сколько тебе лет? Пятнадцать. Тринадцать-пятнадцать. Тринадцать-пятнадцать лет. Угу. А почему ты тоскуешь? Почему тоска в тебя? Что никому не нужна. Угу. А почему ты так решила, что никому не нужна? Какое действие составило тебя так думать? Что там она поругала? Посмотри назад, перемотай эту картинку, да. Что там произошло? Ну не знаю, что там она мне поругала. Поругала маму. Хорошо, а спроси у себя, у маленького, который ты видишь, мысленно спроси. Задай вопрос. Почему вот она тосковала в тот момент? Что она тебе отвечает? Мысленно общайся с ней. Терепатически. Что ты? Что? Я не сделала. Так. И что произошло дальше? Ой, мы с ней так сильно... Да, я вспомнила этот момент. Угу. Мы с ней сильно поругались из-за... Угу. Кофты. Из-за чего? За кофты? Да, чтобы она сказала, чтобы я в школу не носила. А что она тебе говорила? Чтоб я не выделялась, что я зачем надела эту кофту в школу. Угу. Потом я закрылась в вану и хотела выпить. Не знаю, что ты хотела выпить. Хотела травиться, но я не выпила. Травиться за кофту? Нет. Нет, нет. За всего. А за чего еще? Кроме кофты? Почему отправиться именно шоу? Что еще там, что тебя так обидело? Ну, это я вообще все время, что он ругает. Тебе что, ругают тебя? Угу. А посмотри, какие сущности стоят за мамой в тот момент, когда она тебя ругает в детстве. Включай, у тебя энергетический режим зрения, видишь всю энергию в цветах. Посмотри. Какие там цвета за ней стоят. Вот какие энергии транслируют ей эти мысли в ее голову. Алена, я правда вижу, что там? Как этот? Ну, не анализируй. Говори без анализа. Отключи полностью анализ. Анализ тебе будет мешать работать. А это рептивоид, да? Ну, кто там говорит рептивоид? Вот еще кто там? Как это? Кто там еще за ней? Я еще раз, что это? С кем увижу там? Угу. А к тебе они имеют какие-то каналы? Посмотри, связи. Пошла вибрация. Как потом меня уходит. Тебя тоже имеют, да? И у мамы есть, и у тебя есть, да? А смотри дальше. После того, как мама тебя поругала. Есть ли у тебя какие-то чужеродные энергии, тебе не принадлежащие к тебе? Что-то я не понимаю. Я все как отчерну. Угу. На том плане, где я стояла, где-то весь ее. А кто ответственный за эту темноту? Посмотри, пожелай, чтобы вышел ответственный за эту темноту. Кто ее тебе? Кто наполнил тебя этой темнотой? Выходит ответственный, кого ты видишь? Вышел. Тоже такой же, чем в том конце. Угу. Не пойму, он на меня смотрит. Угу. Он как каркатил, что ли? Угу. Каркатил, Гена, немножко. Угу. А скажи, пожалуйста, как он первый раз встретился с подсознанием? О чем мы договорились? Почему он в своем поле находится? Почему? Спроси его. О чем мы договорились с подсознанием? Почему он находится в поле? Для чего он тебе нужен? Из твоего разрешения он же не может зайти в тебе полярность, в твою полярность. Он не говорит. Отвечает. Спроси, как его зовут. Сколько, как давно он с тобой находится по времени? Сколько лет? Именно вот с этого момента он, когда вот в 13-15 лет, когда случилась эта ссора, или еще раньше? Знаете, как я видела? Когда первый раз он подключился, перенесись в этот ангел. Когда он меня скалкой замахнул в мофе. Угу. Драк. 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 Хорошо. Пусть будет драк. Так. Скажи, в виде кого он к тебе пришел? Пусть примет этот образ. Когда у Кера у нас познакомились. Что-то такое светлое. Не помню. Что такое светлое. Светлое. И что это светлое тебе сказало? Что это светлое? Тебе хорошо. Мне стало хорошо. А посмотри, за этим светлом кто стоит. Он за этим светлом стоит? Или где он находится? А, знаете, как он сделал? Ммм. Как шар. Да? Энергетический светлый светлый клуб. А он за ним стоит. Ну вот. Обманул тебя, да? Он, да. Упалый трокодил. После того, как... Что он тебе предложил? Он говорит, давай вместе или что он говорит? Сказал, с тобой буду играть. Угу. Посмотри, как после того, как ты согласилась. Какие энергии в тебя вошли? Какого цвета? Посмотри. Черное все. Черное. А что это черное несет в себе? Какую информацию? Все плохие. Все плохие. Агрессия или что? Нет, все плохие. Плохие. Еще что-нибудь? Какие качества он тебе передал? Все плохие. И программу он тебе передал? Как он на тебя влиял? Как он тебя поменял? Стало. Никому не верил. Я стала черной сыном. Угу. Еще тебе сказать. Это твое желание. Это новое условие, которое вступили только что в силу. Чтоб я плохая была. Тоже. Чтоб я плохая была. А ему какая радость от этого? Какая радость? Что ты плохая? Смеется? Угу. Ха-ха-ха. Вот так говорит. Ну и что? Отвечай. Ха-ха. Что? Отвечай. Подавай. Волю включи, и он у тебя ответит. Чтоб ты чувствовал себя не нужен. Хорошо. А что он у тебя какие энергии высасывает? Посмотри. Какие к нему двигаются энергии по каналам связи между вами? По ниточкам энергетическим. Ага, вижу. Красные, да? Ниточки. Ну да. От тебя к нему. А вы знаете, как вот эти? Как они говорят? Красные, оголенные. Угу. Родовая. Хорошо. Ты позволишь Алене войти в твое пространство, помочь тебе разобраться в эту ситуацию? Да, сейчас почувствуй, с какой стороны она подойдет. Алена, распознай эфирное ДНК Альвира. Да, это оно. Вера ты... Угу. Хорошо. В итоге получается, в тот момент подсознание отправило, когда подключился этот рептилоид? Рептилоид, да. Высокий очень. На что он являлся главной причиной всех остальных взаимосвязей, источником всех проблем? Нет. До этого были еще. Он как триггер. Активировал ее страхи, боль, агрессия. А подсознание было запрограммировано на, скажем так, авторизацию этого рептилоида? Почему она его подключила к себе? Какой опыт она хотела с ним пройти? Для чего он ей нужен? Да, это программа. Опыт. Выход сложившихся ситуаций. Выход из состояния жертвенности. Из тех обстоятельств, которые накладывает жизнь, необходимо стать творцом своей собственной жизни. В настоящий момент опыт еще не пройден. Хорошо. А кто ответственный за сексуальное взаимодействие с Эльвирой? Да. Эльвир? Да. Да. Просканируйте частоту нижних. Посмотри. На нижних два веса. Угу. Там нет скубов? Кубов. Инкубов. Есть инкуб. И рептилоид. И рептилоид, да. Они вместе. Инкубация есть. И рептилоид, и инкуба. Какое взаимодействие они оказывают для Эльвиры? Зачем они нужны? В каком проекте они участвуют? Что происходит? Движение чистоты вибраций и включение неосознанных действий, страха, паники и бессилия. Забор сексуальной энергии обеспечивает ее неактивность и неиспользование творческого потенциала. Они держат ее в одном энергетическом состоянии. Низкой частоты и вибрации. Человек ходит по кругу в собственных страданиях и боли, пытаясь спасти вокруг всех, кроме себя. Зачастую ценой собственного здоровья, спокойствия и счастья. Так, и что им это дает поддержать ее на низкой частоте? Для них это жизненный потенциал развития. Для нее деградация и страх. А для чего подсознанию? Почему она решила участвовать в этом сотворчестве вместе с ними? Чтобы проявить волю, несмотря ни на что, включить осознанность, проходя через осознание эмоций страдания и приведение к Души, к пониманию. Что она сильнее этих эмоций, и несмотря ни на что, способна пребывать на высокой частоте. Сейчас путь становления и осознанности, который и располагает ее к высоким эмоциям. Постепенное осознание собственной силы. А спросил подсознание, для чего оно назвало? Чтобы показать сознанию, на что оно способно. Чтобы пришло понимание собственной энергии и власти над своей жизнью. А как она хочет это показать? В каком виде? Через поведение и состояние чувствования энергии и впоследствии результат. А сколько по времени подсознательная часть находится на планете Земля, Эльвира? Сколько воплощений ты здесь находишься? Девять. Девять. Девять воплощений? Девять. Указывай девять. Угу. Угу. А перенесись, Эльвира, в момент, когда ты обдумываешь еще только полететь на планету Земля назад по ленте времени лететь. Что это за место Эльвира? Не знаю, мне что-то несет, несет. Давай, ускоряйся, ускоряйся, ускоряйся. Я ее вижу в Землю. И что-то какая-то светлая, как ниточка, да? Вижу. Где ты находишься? В космосе. Как тебе, как ты выглядишь со стороны, посмотри. С крылышками, да? С крылышками, еще с чем? Маленькая какая-то с крылышками, светлая. Угу. Как тебя звали в том месте? Задай вопрос. Как твое имя? Вспоминай. Маленькая с крылышками. С крылышками. Как? О, что О? А? Полностью. О. 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 Посмотри, посмотри. Посмотри, над ней написано в космосе. Звездами. Имя ее. Твое, то есть. О. 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 Олиса. Олиса, да. Олиса, это откуда она? Что она делает сейчас в этом пространстве? Она в космосе находится? Или где? Я вишу в космосе и вижу в космосе. Да. А откуда ты прибыла в это место? Что? Откуда? Куда ты двигалась? Почему ты висишь в космосе? Куда твое направление было, Олиса? Что-то летало, что-то летало все. Куда летало? Как камушек в космосе. Как камушек в космосе что-то. Так. А где твой дом? Где твой дом? Все увидела. А? Такие же, как я. Много. А дом где твой, посмотри. Где эта Олиса живет? Олиса. Такая. Иди туда, где много всех. Возвращайся туда, в свой дом. Что это за место Олиса? таких как я-то много детскими лицами такими что игрались а все поняла что у меня очень была детская душа детская душа не надо опыт а что за пространство где тут находилась как детская душа вот где вас много это что за место это не планета не потому что абсолют акул что-то алена знаете как улей чулки влетаются улич его абсолют 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 источник да она просто видит это со стороны на внутри сейчас а ты запрыгни туда в него прыгни как в бассейн с теплой водой смотри что там внутри ну вот что там не крылышки взлетай тебя чем-то любимый под крышкой алиса посмотри да с алисой дашь мне пообщаться она готова пообщаться эльвира да она слушает да сделаю вдох-выдох и передавая то что она тебе говорит расслабься еще глубже оставь меня с ним алиса да приветствую приветствую да ну расскажи нам зачем ты планируешь посетить планету земля там красиво хорошо то какой опыт какой опыт ты решил пройти здесь на планете стать взрослой душой а что для этого тебе нужно сделать пройти тяжелый путь пройти тяжелый путь ты сама принимаешь решение сама принимаешь решение и посмотрю что мне надо пройти тяжелый путь посмотри сейчас повернись и девять твоих союзников призови их твои девять союзников вот 9 жизни 9 воплощений ты прожила 9 разных подсознаний пусть воли сопрозовет 9 подсознаний которые ты прожила кого ты видишь сколько кто подошел красивый парень 9 человек должны подойти к тебе ну или существ неважно 9 ты же 9 жизни прожил у тебя сейчас 9 получается значит 8 видишь их троих четко видел еще дальше смотрим гречанка я была греческой одежде 7 гречанкой второе воплощение кем было крестоносец крестоносец третье воплощение кем было вот уже не сразу бабка стала тоже я вижу как подвигаем сейчас за такой убедим и что любого четвертое воплощение кто там союзника и подходит смотри кем-то ваш что-то воплощение женщины красивые дворцы второе было как богатая был даже следующее 5 воплощение девушка девушка светлого усы в таком простом одежде шестое воплощение мужчина парень на седьмое воплощение тоже парень да 8 воплощение восьмое женщина 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 какая-то женщина сидит и опять сейчас ты женщина да женщина в концлагере что ли что такое угу все да все так в газовой камере да в газовой камере очень худая стащенная прям свернулась калачиком и ушла убили ее получается да концлагерь четко смотри как ее звали в концлагере ту женщину которая маргарита а она кто по национальности была маргарита немка немка как это в концлагере в каком концлагере инвестор что подождите она помогала 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 да на время ợile портизан портизанам помогала что делать портизанам против фашистов против фашистов не партизанам кто там в сопротивлении я что они ее уничтожили Хорошо, посмотри, пожелаю, пожелаю, что вышли все ответственные от чужеродной энергии в эфирном плане теперь Вот это ты вышел в котелке Тот же рептилоид? Да, прям лапки свои потирает А еще кто, а еще кто из твоих, которые сегодняшние друзья, кто-то там присутствует? Прости, у рептилоидов Да, вот этот, да? Высокий, высокий Высокий, худощавый, серый, гуманоид Да, да, да То есть они с того упрощения с тобой, да? До сих пор Они, знаете, с какого? Когда я пиратом была, да, красивый парень? Угу Почему-то мне его показывать с того времени Угу Я красивая, красивая в корабле Вот этот репт с рядом стоит, ну, в мастике Такой довольный, да Что ты пристал ко мне? Что ты пристал ко мне? Зачем ты пристал? Хорошо Мне нравится со мной А спроси у Алиси, вот сейчас стоят 9 союзников твоих, там, женщины, потом мужчины, сейчас опять женщины Спроси у Алиси, вот в каждом воплощении, какой опыт ты вот проходила? Вот в первом воплощении, какой опыт ты проходила? Вот ты только приземлилась на планету Земля И первое воплощение, ты там женщина была, да, если не ошибаюсь, или кто? Да, красивая женщина Ой, знаете, я такая Гречанка, гречанка Да, беззаботная была, красивая Да, и чем ты занималась? Что-то танцевала все хотела, да? Угу Как бабочка все Какой опыт ты, вот спроси у Алиси, какого опыта у твоего духа, твой дух Алиси Спроси, какой опыт она проходила здесь с гречанкой? Чему она вот научилась в первой жизни, в первом воплощении? Творчество Творчество Творчество? Да, само творчество А в первом воплощении есть у тебя вот эти твои друзья, интерференты, или еще нет никого? Считаю, нет, нет, нет Алена, посмотри, на первом воплощении есть какие-то интерференты, которые до сих пор находятся у... Красный инкул Красный инкул Куб с того момента еще? Да Только не всю жизнь Лиже к концу Угу Хорошо А, Вера, посмотри Вот ты Когда была в том месте, помнишь, где у тебя много-много таких же, как ты была, с крюшкой А у Алиси, спроси, вот она решила все-таки поднять уровень своей души, ей нужно было найти какой-то опыт, и она решила плотный опыт испытать на себя плотной, твердой энергии И до этого она направилась на планету Земля Вот смотри, как она двигается из того пространства На нашу планету Ты видишь этот путь? Угу Да, да, ближе они меня поймали Сетку Кто кого поймал? Лечу сеткой, вот знаете А, кто поймал, кого поймал? Какая? Да я лечу со всей скорости, а не меня Сетка такая Ну ты знала, что у тебя сетка какая-то будет? Что нет Ну как, ты же, ты сюда летела на планету Земля, ты же, наверное Нет, 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 я не думаю, что так было А какое у тебя понимание было, когда ты сюда полетела? Это было Ты приняла решение Я не думала, что там будет тяжело, по такой степени Ну ты у кого-то узнавала, может быть, почему-то, откуда ты вообще знала про планету Земля? Почему ты, что-то тебе, наверное, сказал об этом? Или где-то информацию узнала? Угу Многие так улетали Многие улетали, что они говорили? Что на Землю надо Зачем? Зачем? Чтоб встать выше Духом выше Чтоб встать в духом выше Угу Я приду Ну я думаю, что так будет плохо совсем А ты думал, как будет, весело? Да, я думала Так будет проще Я думала, что будет проще Я все пройду Угу Я кому-то Да Хорошо, и вот ты летишь, тебя, кто тебя поймал в сетку? Посмотри, как это произошло? Где это произошло? Да, прям перед темной в космосе Сетка и как током Угу Какого цвета она? Она, знаете, такая красная-золотая искрица Красная-золотая искрица Да, да И кто тут ответственный за эту сетку? Я посмотрю А почему бес в космосе? Один бес был? Угу Все это все правильно Смотри, кто еще Ну бес, бес как ты представляешь? В космосе почему с хвостом ты у меня? Ну возьми, возьми вот Как ты видишь этого беса? Ага Нет, это не бес, это рептилоид так показывает Ну просто это христианский голограмм христианский Угу Вот, значит, рептилоид, что там? Это вот этот рептилоид, который до сих пор с тобой? Угу Здоровый какой-то Или другой, или другой? Что, я не понимаю, ты кто? Нет, это другой Угу Этот больше Здоровый такой жирный опыт Да И набрасывает у тебя сетку Что происходит дальше, смотри Я в сетке Дальше Кто-то меня тащит Куда тащит? Белая комната Белая комната Ой, какие-то морды, что вы Какой-то морды, что вы Опять бес показывает Ну почему он один сидит, не пойму Ну посмотри, да, кто там, что за комнату Что ты один сидишь Что это за комната? Знаете, так руки сложил Угу Такой, типа Сейчас я тебя Так вот Устрою Ой Как он С прута С прут сидит С прут сидит? Вот этот С этими Как он? А в каких образах Они пришли Перед тобой Они же не пришли К тебе в образах С прута С щупальцами Щупальцами Прям такие На голове В каких образах Они к Алисе пришли? Нет, я так и хобби Живут Хорошо Хорошо, а о чем разговор Подслушаешь? О чем разговор Происходил? Давай мы придумаем программу Вот Говорит вот этот С этими Которые Как их Аленка Как жив Не спрят А как жив Вот Вот Он этому Говорит Рептилоид Рептилоид Давай Что Он сует Какой-то Свиток Мне в руки Сует А что там Прочитаю Ментальным полем С формулой Там в свитке Написано Что я бы То все так красиво У меня будет Вот этот Тенкут Да? Правильно Прочитала А зачем У тебя Тенкут? Чтоб Мне Легко Не было Чтоб Я мучилась Он будет Твоим Куратором А что он будет Курировать В какие Вопросы? Мерк Потенциал Творчества Сексуальной Силы Будет Тебя Направлять Будет Тебя Сдерживать А что это Тебя Отдаст Для чего Он тебе Нужен В обманном Пункте Написано Что Ты же Здесь Новенькая Тебе нужен Наставник Он Будет Являться Понял Как Друг Как Старший Такая Наивная Была Всего Сейчас Я подумала Что Такие Правила Ну А какой Опыт Ты Решила Пройти С ним Что значит Наивная Была Он Тебе Нужен Для чего Смотрю Вглубь Вглубь Программа Нет Я не отвечаю Не пойму Стать Еще Сильнее Стать Силой Через Него Знаешь Как Проявить Свою Энергию В плотности Вижу Как Будет Под Ручки Даже Возь Лада Стою Да Что это Там Фарочка Кажется Хорошо С этим Разобрались А чем Занималась Алисия До Прибытия На планету Земля Я Путешествовала Не только На земле Была Была В других Мирах Тоже Изучала Собирала Информацию Без Воплощения Много Наставником Душ Хранителем Тем Кто Ведет По пути Едем Угу Путия Пришло Понимание Как Двигаться Дальше Через Опыт Чтобы Стать Более Развитой Душой Уже осознанно давать рекомендации и наставления молодым путешественникам. Угу. Хорошо. Хорошо. А сколько упрощений ты на планете Земля планировала пребывать? Она говорит, что 12-19. Все зависело от степени погружения. Опыт. Угу. 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 Хорошо. Хорошо. А какую сейчас программу проходит Эльвира? Почему вот у нее такое идет везде, скажем? Программа самоисцеления. Самоисцеление? Да. Использование энергии жизненного потенциала для процесса самоисцеления биоробота. Как суть будет самоисцелять? Необходимо использовать энергетический потенциал биоробота, а также души. Использовать потоки земных космических энергий осознанно, а не с обращением к ним. Необходимо самоисцеление биоробота. Необходимо самой направлять потоки в нужное русло и научиться ими управлять и взаимодействовать. Это путь более сложный, нежели в предыдущих воплощениях познания материального плана и красоты биоробота, включая здоровье. То есть задача ее научиться работать с этими потоками для самоисцеления, так правильно понимаю? Да. А для чего тебе сейчас тогда эти интерференты? Сдерживающий фактор. Сдерживающий фактор чего? Чтобы проявиться и активироваться через подавление воли, чтобы из слабости стать силой, чтобы сравнить энергопотенциал безволи и активности. Все есть сопротивление на планете. Одно всегда подавляет другое и в то же время растет благодаря сложностям и низкой чистоте. А почему идет, скажем так, основа на использовании сексуальной энергии? Почему без постоянно вот она занимается сексуальными отношениями во снах? Сейчас не используют. Это энергия. Если будет использовать, частота вибраций будет повышаться. И благодаря этому интерференция больше не сможет на нее воздействовать. За счет не использования силы, а упования на случай. Энергия копится, болотится и уничтожает ее биоробот. Здесь инкубирование и присутствие космических представителей. Это помощь, дабы не разрушить биоробот окончательно. Хорошо. Алена, оцените от этой частоты. Давай просканируем остальные частоты. Значит, по нижней частоте там суккуб, да? Два беса. А бесы какую роль играют? Ну, два беса это суккуб, получается, один из них, да? Инкуб, то есть. Нет, тут еще инкуб, еще. Инкуб и еще плюс два беса. Да. А два беса какую роль играют в подсознании Эльвира? Эльвира, ты видишь их? Угу. Лежат нам. Зачем они тебе нужны, эти два беса? Для чего они тебе? Что они тебе дают? Какую энергию? Они мне злость дают, да? Злость дают? А зачем тебе злость? Мне вообще не нужны. Ну, а ты же их подключила сама, они же без твоего желания к тебе не подключатся. Ага, защита. Защита? Защита. Защита нужна была. А чего ты защищаешься? От мужа. От мужа. А муж для чего тебе дан? Посмотри, кто в нем сидит. За ним кто стоит. Пожелаю, чтобы вышли все ответственны. Ужу, как это не большой. А они дружатся с твоими бесами? Как твой бес реагирует на него? Посмотри. Пляшу такого него. Алена, какая взаимосвязь в жизни Эльвира на эфирном плане? Влияние ее мужа и его интерференции? Есть ли взаимосвязь с интерференциями между интерференциями Эльвира и ее супругом? Да, они в причинении этого демона. А он через супруга ее подавляет. Подавляет ее раскрытие, ее волю, ее силу. Она, если поймет свою энергию, то... Как сказать-то? Это женщина, которая способна сломать любого мужчину и править миром. Буквально такой потенциал. А он ее подавляет, он деспотичен. А для чего он ей нужен? Почему она терпит его? И, скажем, почему она не решает с ним эту ситуацию? Или как бы сама он не подстроен к этой ситуации? Не проведенный урок. Сейчас. Урок чего? Урок самообладания. Вера в себя. Он ее учит. Она не может выучить урок. Она жертвует постоянно собой. Она не может стать сильной. Урок самообладания. А они... Вы раньше встречались где-то в других своих воплощениях? Были. Вероспелы встречались. В каких воплощениях? Посмотри. Экран раскрывается перед тобой. На нем начинается вещание о твоем воплощении. Когда вы еще со своим супругом встречались где-то? Что-то... Где-то бабка вышла. Страшная. А муж, что кем был? Посмотри. Ты бабкой бывала? А муж, что кем был? Что ты его молодым не жил, что-то? Да. Ну что между двоем произошел? Смотри, кто друг другу. Сын что? Да. У нас... А? Сын? Сын ее, да. Твой сын? Так. И что там происходит с ним? Посмотри. Как звали сына? Артур? Артурчик. Артурчик. Смотри, что там, как Артурчик поживает. Почему? Ты деспотична с ним была? Как бабка к нему относилась? Да, такая вредная. Что она с ним такая? Какой любой трясуток. Да, деспотична. Рукала тоже что-то. Всегда ругала. Прям по хребту. Мой ты крикой. Вообще злая какая-то ужасная. И чем закончилось? Как повлияло твое, скажем, влияние на его жизнь? В итоге? А, вот он был жертвой, да? В той жизни? Да. Что произошло? Защеганный такой был. Что дальше произошло? Чего? Не пролетело, да? Так он служить прожил, у Артурчика. Ой, кстати, он тоже такой же был в старости, да? Чего? Носатый. Одинокий. Одинокий, злой. Да, такой же. Сейчас посмотрим, как он у нас. Так. Где-то еще промежуток был. Еще был. Еще был. Дальше смотри тогда. Эльвира, дальше. После Артурчика, где вы еще встречались? Своим супругам. Угу. Какое воплощение? Что-то мне опять этот пират все лезет. Пират, давай, хорошо, смотри. А вон женщина была красивая. Да, а что делали, что вы делали с пиратом? Что пират делал с этой женщиной? Убавь. Любовь морковь? Да. Но только там... Она как-то подчинением была больше. Угу. Да, я там была главная, что... Главное, там, на корабле. Что-то мне показывают больше, что. Угу. Ну, ты что, там у меня что получается? Время боя. Утону. Утону. У меня не спас. Угу. Пожар долгий. Угу. Ну, под воду ходь, я вижу. Понятно. Утонул? Утонула, да. Она утонула. А я так и осталась на корабле. Просто стояла, смотрела, как она там под воду ходит. Что бой был какой-то. Не стала прокатить и вытаскивать. Понятно было, что она погибла. Хорошо. И получается, дальше вы встречаетесь, ваши судьбы пересекаются. Вот сейчас, да? Или еще где-то было? Ален, он же фашистом был, да? Он еще... Нормально. Он еще и фашистом был, да? Он еще и фашистом был. А вы знаете, кто-то, вот когда меня схватили, много фашистов он уже среди них был? Да ты что? Он принимал участие, показивая. Ой, как весело. А еще где-то встречались, давай смотри. Так, 10, 2, 1, 1, 1. Я же его прям лицо даже. Я вижу его лицо. Ну, как сейчас, похоже. Хорошо. Это последнее, да, получается? Когда вы идите с этих девяти экскурнаций. Хорошо. Спроси у Алисии, у Алисии, Эльвира. А в чем мораль, в чем суть вот этих вот перекрещений, судьб вообще? Он одушит одухотворенное существо или он твоя программа? Или это программа? Или он тоже проходит с тобой опыт как одухотворенное существо? Алена? Нет, он не программа чисто. Он одухотворен. Да. То есть это не программа, которая подсовывается в разных сценариях? Окей. Хорошо. А тогда в чем мораль и смысл вот этих вот ваших взаимодействий, как двух душ с друг другом? Вы изначально где-то были знакомы до прохождения этих испытаний на планете Земля? Эльвира? У меня знаете, что приходит. Он должен меня полюбить. Угу. Меня не любит. Должны быть равные. Равный обмен. И получается, как я тоже имел наказание. И сидим тут, а я... А посмотри, вот в том месте, когда ты была с крылышками, он оттуда же получается, да, или нет? Вкушу зайти. Алена, посмотри, почему идет переплетение судьбы, скажем так, Эльвира с ее супругом, все эти девять воплощений? Они встретились, когда она пришла только на Землю. Ну, то есть перед воплощением первым. Потому что я ее глазами смотрю, и я вижу, как он тоже воплощается. И это, знаешь, как... Он тоже из источника. Это как, о, знакомая душа. А давай вместе, чтобы она мне была одинока. А давай. Вот как люди знакомятся где-то в новых местах. И вот они также в этот момент познакомились. И вот так воплотились. А как духа зовут супруга? Скажем, вот духа у Эльвира Алиси зовут, а его духа как зовут? Эльвира. Тоже что-то Ро. Рома. 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 Не Рома, а Рома. Хорошо. То есть вы договорились вместе взаимодействовать в разных спектаклях этого плотного физического мира? Угу. Да. А что вы сейчас спросили, Алиси? Что вы сейчас проходите с Ромом или как его зовут? Опыт свободы. Мы должны быть свободны друг с другом. Не переделывать друг друга. Быть свободным тем, кем они являются, а не тем, кем хотят видеть. Как только они позволят друг другу быть самими собой. Урок в роде. Так что, Лир, если даже разведешься, в следующей жизни он все равно появится. Так что лучше пройтись с ним, опыт и развязать этот узелок ваш, чтобы вы как бы нормально, гармонично взаимодействовали с друг другом. Хорошо. Ну что, с этим ясно? Ну, а ты пришла сюда работать же, ты же не отдыхать пришла на эту планету, правильно? Вот, значит, нужно работать с собой. Идет структуризация защитного поля. Лир, увеличивай скорость вращения поля. Уплотняй его. Прям смотри, как оно уплотняется вокруг тебя. Что, какие ощущения у тебя, Эльвир? Руки прям крутят сильно. Давай, переноси их к своему источнику на счет 3. Откуда? Обратно туда, где ты была. С крышками. Где ты там тусовалась. Давай, раз, два, три. Алисия, давай, собирай. Собирай. Иру. Эльвира. Хорошо. Посмотри, какой ты себя видишь, Эльвира. У меня же большая, крылышки. Прям в воздухе парит. И длина, и пишу так. Хорошо. Что Алисия говорит? Алисия, хорошо, спокойно. Какие дальнейшие у тебя действия? Дадай вопрос к своему источнику. Что тебе делать дальше, чтобы наладить свою жизнь? Выйти на чистоту наивысшей радости. Раскрыть свой творческий канал. И начинать работать со своей энергией. Чтобы опять не присеяли интерференты на ту энергию, которую ты не используешь. Которая просто переполнит тебя и будет работать в негатив. Говори, занимайся, что тебе нравится. Угу. Делай, что хочешь. Да. Мне очень нравится. А чем тебе нравится заниматься? Конкретно. Говори. Мне много о чем заниматься. Творчество очень любит. Говорит. землей, растений, металей, 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 металей. Обучать людей. Она же поможет. Ты же знаешь, что ты это можешь. Ты всегда это знаешь. Это у нас. Я отмахиваюсь просто от этих мыслей. Я всегда отмахиваюсь. Ну а что будет, если ты будешь отмахиваться от своих возможностей, от своих энергий? Перестань, не будешь развивать в себе эти энергии. Что если ты обратно? Я прям, я падаю в темноту. Я речу в темноту. А что тебе нужно убрать из своей жизни, чтобы не падать в темноту? Вот кого тебе нужно убрать? Что нужно убрать? Какие аспекты тебе нужно сейчас навести порядок в своем физическом мире? Вот ты навела порядок в своем эфирном мире, а вот более или менее. А в физическом мире тебе тоже надо навести порядок. С темом своим работать, с окружением, со своим, с детьми, с близкими вокруг себя, с работой со своей. Что тебе нужно изменить? перенесись тогда вопрос с источник алисии стремись к источнику те же тут хорошо даже не как все не как все ты сможешь касание касаемо что с телом делаешь смотри я вижу что что я сейчас со светом в свете я вижу но как я лечу через руки через руки ну как есть апатия смотри вытягиваешь наркоканал на место ставишь мышцы состава через прикосновения куда будете это научиться почему он конкретно не говорит на те же все показала ты все хочешь ты я же это все видела говорит по душе смотри выбираем мастеров по душе чтобы откликалась чтобы сомнений не было смотри она говорит придет время время-то придется у тебя не нужно на месте сидеть хорошо ну что давайте тогда переноситься в нейтральную зону поблагодарим источник а а а а а а а а